Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». Сегодня поговорим о памяти, а точнее о памятниках истории и архитектуры, если хотите. Об их роли в жизни города и даже страны. И в самом начале приведу такой фактический пример. В середине 15 века Греция была охвачена Османской империей. Угроза поголовного истребления греческого народа не были пустым звуком. На рубеже 18-19 веков были открыты сказочные шедевры древнегреческой архитектуры. Публикации о них французских и английских исследователей произвели ошеломляющее впечатление на современников. Возрожденная в общественном сознании Греция и ее античная культура были у всех на устах. Собирались пожертвования на борьбу за освобождение порабощенной страны. Формировались многочисленные отряды добровольцев, отправлявшихся на поля сражения. Во главе одного из таких отрядов в 1823 году прибыл в Грецию знаменитый поэт Байрон, который здесь и погиб. Получив мощную поддержку в мировом общественном мнении, страна и народ были спасены. В 1830 году Греция стала независимым государством. Неудивительно, что первым актом самостоятельного правительства Греции было символическое восстановление одной из упавших колонн Парфенона. Спросите, а при чем здесь Молдова, живущая в 21 веке? Ответ прост. Пример Греции, а точнее ее граждан, сохранивших, несмотря на все тяготы жизни в условиях истребления, памятники истории показал, как можно вернуть себе страну и собственную историю. О том, как это важно, поговорим с историком и политологом Борисом Шаповаловым. Здравствуйте. Я надеюсь, вас не смутило столь такое общее, пространное погружение в историю Греции. Но вот меня этот факт, ну знаете, некоторым образом изумил. По большому счету, находясь в условиях захваченного государства, когда непосредственно стояли граждане Греции перед риском неминуемого истребления, тем не менее были сохранены памятники истории, которые, в общем-то, говорили о очень богатой, истории этой страны, говорили о том, как формировалось это государство. Потом ведь мы и сегодня до сих пор в классических учебниках истории изучаем, историю Древней Греции, как одного из основоположников возникновения цивилизации и демократии в том числе. Но вот сегодня в современной Молдове, ну вот эта история борьбы с памятником как-то ушла вроде бы на второй план. Сегодня у нас в повестке информационных потоков идет больше, так сказать, о политическом противостоянии. Но тем не менее отголоски войны, борьбы с памятником все-таки еще слышны. Еще мы помним о том, как кому-то мешали монументы воинам Великой Отечественной войны. Как буквально, да, у нас в Молдавии буквально, знаете, грудью шли на памятники воинам-танкистам, которые освобождали Молдову от фашистской оккупации. Официально уже признан, например, 9 мая днем Европы в республике Молдова. И это тоже борьба, опять же, с памятниками, с памятью. Вот ваше отношение к этому как историка, ваш анализ, чем это может грозить нам, гражданам Молдовы, молдаванам, с точки зрения себя, с точки зрения национальной идентичности, с точки зрения, например, будущего нашей страны. Смотрите, опять же, пример Греции. Сохранив свою историю, они сумели, ну, в общем-то, создать свое будущее. Привлечь к себе внимание, вызвать уважение у мирового сообщества, и таким образом оно протягивает руку помощи. Вы знаете, Станислав, вы подняли очень интересный и важный вопрос, почему? Ну, вот само слово памятник происходит от слова память, да, от слова помнить действительно. Если народ помнит свое прошлое, помнит свою историю, а если он помнит, то он почитает своих предков, он их уважает, он ими гордится, то, конечно же, такой народ имеет шанс на будущее, потому что он правильно воспитывает следующее поколение, которое идет. Потому что нельзя вырастить нормального, хорошего, порядочного человека, если ты не гордишься своим прошлым, если ты не гордишься своей национальной, культурной идентичностью, своим языком, если ты не гордишься своим отцом, своим дедом, прадедом. Ну, кто вырастает? Вырастает такой какой-то манкурт, ну, знаете, знаменитое художественное произведение, да, человек без памяти, вот такое существо беспамятное, которое может по чужому приказу делать все, что угодно, разрушить свою страну, уничтожить своих родителей, вот поэтому и разрушаются памятники. Поэтому, когда начинает бороться с историей, да, того или иного государства, того или иного народа, значит, надо четко и ясно понимать, что кто-то за этим стоит, кому-то это интересно и зачем-то это делается. Ну, в частности, вот вы затронули вопрос, так вскользь это прозвучало, да, о памятниках, ну, скажем так, воинам Великой Отечественной войны. Ну, вы знаете, вот где-то последние десятилетия, вот эти варварские, а по-другому их не назовешь, тенденции проявились в Европе, вот в Польше, в частности, борются с советскими памятниками. Наверное, сегодня полякам как-то неудобно стыдно вспоминать, что Советский Союз их освободил от нацизма, не кто-то другой. Что советский народ понес тяжелые потери в этой стране из 800 тысяч, если я не ошибаюсь, человек, погибших за освобождение Центральной и Восточной Европы, 600 тысяч советских воинов Красной Армии погибло за освобождение Польши. И сегодня в Польше, вот они создали какой-то так, национальный институт памяти, истории, все остальное, переименовывают, убирают эти памятники. Ну, это, я считаю, вообще даже не варварство, это кощунственно по отношению к тому народу, который тебя освободил. Если позволите, добавлю, буквально, кажется, накануне нашей с вами встречи в Москве отпраздновали 102-летие одного из, не просто освободителя польского города Краков, а разведчи, который предотвратил операцию по уничтожению одного из самых красивых городов Европы. Ну, это, помните, сериал был знаменитый «Майор Викторе», если я не ошибаюсь, да? Вот, но так вот в советское время это называлось. Да, это реальная история, потому что действительно в советское время… И это человек жив еще. Да, разведчики спасли Краков от разрушения, они тогда сделали великое дело, и вот эта история стала как бы сюжетом для этого художественного фильма, очень интересного в свое время. Несколько десятилетий тому назад он был очень популярный, этот фильм. И это действительно историческая правда, потому что люди же рисковали своей жизнью. И вообще-то был специальный приказ, я помню, в годы Великой Отечественной войны, который запрещал советским войскам применять тяжелое оружие вот в таких старинных европейских городах. Ведь Красная Армия не бомбила, как американцы или англичане стирали. Ну помните, вот Дрездо у нас бомбили вчистую, да? Там погибло 25 или 30 тысяч человек просто вот за пару часов. Зачем это нужно было англичанам и американцам, непонятно, потому что там не было оборонных каких-то, ну там была промышленность, там были предприятия. Но так как он входил в будущую зону советской, так сказать, юрисдикции, ну чтобы это не досталось, как говорится, скажем так, не попало под контроль и влияние Советскому Союзу, ну значит, союзники это просто воровски разбомбили. Кстати, вот они там тогда первый раз и попробовали ковровые бомбардировки, которые они потом использовали во Вьетнаме и так далее. Хотя, конечно же, можно привести много вот таких вот примеров и, ну мне, например, это непонятно с точки зрения, ну я себя все-таки отношу к каким-то цивилизованным, интеллигентным людям, да? Вот и по своему воспитанию и по многим другим вопросам, и мне просто это непонятно. Ну вот возьмите эту же Сирию, да, Пальмира, которую вот эти идиловцы уничтожали, взрывали целенаправленно, разбивали кувалок и так далее. Да, уничтожение. На Украине тоже они создали, вот несколько лет тому назад, тоже вот по примеру Польши, этот институт национальной памяти, который переименовывает города, улицы, площади, нашего с вами земляка Котовского, ну давайте называть вещи своими языками, словами. Они выкинули из того мавзолея, в котором он находился. Первый раз это фашисты сделали, да, немцы, когда они заняли украинские, Котовские люди, сохранили вот тело Котовского, и потом оно было перезахоронено. А сейчас вот современники этим занимаются, ну это дико, для меня это дико, это непонятно. А мы, Молдова, мы всегда были на стыке цивилизаций, ну возьмите наш старый архей хотя бы, да, это какой историко-культурный, центр, там еще где-то даки жили, приблизительно до десятого тысячелетия до нашей эры просматривается человеческая цивилизация. Вот здесь у нас, в центре нашей Молдовы, а потом и ставка Золотой Орды была, и турецкая крепость, и средневековый Эргеев. Ну это наша история, конечно же, ее нужно беречь, сохранять, ну а как по-другому? Это здорово, что это все возвращается к нам. Например, в наши учебники вернулось упоминание о Штефане Чалмаре, этот эпизод истории, эта часть истории, одно из значительных мест занимает в учебниках. И мы, в общем-то, доказывали о том, что мы способны сохранять историю. Вы даже вот пример, вы знаете, этот музей, церковь, музей в Каушанах, которая врыта в землю только лишь потому, что тогда, в времена Османской империи, которая здесь также находилась, было запрещено строить православные церкви, вышли выше всадника с копьем. И тем не менее, смотрите, мы сумели сохранить этот памятник той эпохи. И, опять же, очень здорово, что чтим Штефана Чалмаре, но из современных учебников истории буквально вырваны страницы, если не тома, допустим, современной истории 20 века, где говорилось о роли молдавского народа, в том числе в деле освобождения Молдовы от фашистско-румынской оккупации. И вот в этой связи, как сделать так, чтобы мы сумели эту историю сохранить? Как сделать так, чтобы нашим детям вернулась реальная история, а не написанная под диктовку псевдо-историками? Станислав, понимаете, вот у меня иногда создается такое впечатление, что вот мы на бывшей территории Российской империи, как начали в 1918 году гражданскую войну белые и красные. Мне кажется, эта война не прекращается, только меняются названия. Вместо белых и красных появляются другие цвета, другие какие-то политические течения. И все почему-то пытаются уничтожить то, что было до них. Мне это странно. Почему? Потому что в Европе я вижу абсолютно совершенно другое. Ну, извините, есть даже такой анекдот. Ты где отдыхал? Говорит, да, по ленинским местам. Это, говорит, где? Говорит, Шушенское, там, говорит, Разлив. Нет, говорит, Лондон, Берн, Кёйн и так далее. То есть европейские города. И там есть действительно и памятники Ленину, и музею Ленину. Хотя, казалось бы, какое отношение? Можно встретить Борельев, основателю социалистического государства. Да, и они нормально к этому относятся, потому что история. Да, жил это, был известный человек. Нравился он тебе, не нравится. Но это наше прошлое, наша история. Поэтому я считаю, что мы и наши учебники истории должны также создавать. Да, у нас очень сложная история нашей молдавской земли, вот этого клочка суши. Мне кажется, это отношение к этой истории, а история, как и у каждого народа, своя. Было и плохое, и хорошее. Но это так и надо говорить. Вот это было плохое, вот это было хорошее. Вот этим мы гордимся, но в то же время и в то время были созданы какие-то архитектурные памятники, произведения, искусство. Так мы тоже должны этим гордиться, потому что это наша культура, это наши предки. Но мы не можем перечеркнуть их жизнь, потому что они верили в совершенно другие идеалы, которые может быть современной молодежи непонятно. Но это наши дедушки, это наши прадедушки, это наши более древние предки. Но это была их жизнь, и мы должны с уважением к этому относиться. Мне кажется, что с этой точки зрения мы должны подходить к тому, что на сегодняшний день сохраняется в Тишиневе, независимо от эпохи, независимо, образно говоря, это были красные, белые, русские, румыны, советские. Или вот сегодня непонятно как, мне сегодняшнее наше время демократическим не хочется называть, потому что сразу возникает какая-то ассоциация с какой-то партией. Хотя демократии в данной ситуации абсолютно ничем, ну не пахнет по большому счету. И когда мы пытаемся убрать тем более, ну не мы пытаемся, а скажем так, определенные политические силы, в силу определенных, скажем так, идеологических установок, которые им диктуются с Запада, пытаются бороться вот с той нашей исторической памяти о победе над нацизмом, о победе над фашизмом, над европейским фашизмом. И вот когда я знаю реакцию некоторых историков, скажем так, того направления, которое написали вот эти учебники по истории румын, которые ничего общего с историей нашей земли реально не имеют, они говорят, часто мне задают вопрос, а что разве европейский, вот, а почему ты называешь фашизм европейским? Я спрашиваю, а, извините, как его назвать, латиноамериканским, африканским? Каким? Если он зародился в Италии в начале 20-х годов, в Германии он перерос в нацизм, это более высшая, скажем так, ступень фашистского движения. И фашист был очень популярен в конце 30-х годов, годов во многих европейских странах. Это подтверждается историей. В конце 30-х годов, насколько я помню, в той же Германии началась как раз борьба с памятниками. Да, конечно. Сколько сжигалось книг. Да, ну, сжигались книги, да, потому что они были неправильные, да, а потом пришли другие и сказали, нет, все-таки то было правильное, а вот были неправильные те, кто сжигали. Ну, еще раз говорю, это дикость, это варуство, это когда мы пытаемся вот полностью перечеркнуть свою историю и начать, образно говоря, с нуля. Ну, вот мы с этого и начали разговор, кого мы тогда воспитаем. Мы тогда воспитаем вот того робота-нациста, который маршировал по Европе, который уничтожал целые народы, ему было наплевать на все, и на культуру, и на памятники, и на многое остальное. Они завоевывали жизненное пространство, получается. Кстати, вот о культуре. Ведь я в свое время обратил внимание, ну, изучая языкознание, что вот в основе этого слова два, два корня, культ и ура, да, культ, поклонение, ура, это, ну, из древнего, из древнего индоевропейского языка, это бог солнца, поклонение солнцу, поклонению свету. И вот, если, ну, вы знаете, например, есть такое понятие, как неологизм, или там привнесенный, вот у нас в русском языке много американизмов, английских слов. Двусоставных слов очень много. Так вот, например, культура является исконно, как бы, в общем-то, нашим словом, вот, древнеславянским, может быть, близким к этим корням. А в, к языкам западного мира, ну, например, английском языке, в английском языке, это как раз является славянизмом. То есть, буквально калька со словом культура. О чем это говорит? О том, что, в общем-то, видимо, этим людям, этой части планеты, населявших эту часть планеты, поклонение свету, светлому, лучшему, оно было присуще. Чем, например, людям, которые исповедовали несколько иные ценностей. Может быть, я не хочу сейчас заниматься такими геополитиками, противопоставлением Запад и Восток, но вот даже взгляд вот в историю, допустим, того же языкознания, языкознание, оно вот наталкивает на мысль о том, как формируется сознание людей на основе собственной культуры. А история сохранения памятников как части культуры, это значит, и говорит о том, какие памятники мы сохраняем, к чему мы стремимся, к свету или, например, наоборот, к обратной стороне Луны. То есть, вот это важно. И, опять же, примеры тех городов, которые сумели сохранить себе, ну, в общем-то... Ну, сегодня большие культурные центры туристические. Вот именно, они стали именно этим местом, местом притяжения. И как для самих горожан, которые живут здесь, для кишаневцев, сколько примеров, допустим, сколько тысяч свиданий были у памятника Штефа на Чалмаре, сколько деловых встреч проходило под аркой победы, сколько... В парке, да, Пушкин, да, в центральном парке. Да, и сколько он стоит уже, да. И это тоже часть нашей истории, и это очень важно. А, между прочим, были возрасты один период времени. Давайте Пушкина уберем оттуда, что он тут стоит на аллее молдавских классиков. А улицу переменула тоже были желающие. Не, ну, это я еще раз говорю, вот когда у нас, вот это наше дикое варварство, да, совмещается с махровым каким-то национализмом, вот, ну, и получаются вот эти вот перегибы, скажем так, цивилизационные и культурные. Это абсолютно неправильно. Вы знаете, я вот могу здесь привести несколько вот примеров, ну, которые в свое время меня заставили о чем-то задуматься, ну, об отношении к этим вопросам. Вот, вы знаете, Стояновка, Кантемировский район, там пограничная застава была, ну, в сороковые годы, да, и по сегодняшний день она там есть, вот. И там 22 июня и по следующую неделю шли очень тяжелые бои. Румыны там потеряли больше тысячи человек, но эту заставу они так не взяли. Сейчас там создан большой мемориальный комплекс, ну, там все чисто, культурно, огорожено, никакого вандализма нет. То есть у нашего народа нет проявления, хотя это захватчики, хотя это оккупанты, которые пришли на нашу землю с оружием. Ну, как некоторые политики, они говорят. Да, но это уважительное отношение. Просто, ну, это память тем погибших, которые погибли по дурацким приказам своих руководителей. Ну, они пришли на нашу землю с оружием в руках. Ну, вот это цивилизованный подход, это сохраняется. Это точно как, да, в Берлине, да, знаменитый Трептов парк, знаменитый вот памятник воину-освободителю с этой немецкой девочкой на руках, да, и многие другие. Вот это правильный цивилизованный подход. А когда убрали где там в Таллине или где там вот памятник воинам-освободителям прямо в центре города, ну, я считаю, что это неправильно, это вообще неправильно. И вот второй пример меня потряс. Вот наш Национальный координационный комитет «Победа», и в него входит очень много различных организаций, в том числе и две мощные поисковые структуры, историко-патриотический клуб, русский историко-патриотический клуб и поисковый отряд «Август». Вот они год тому назад, вот совершенно недалеко здесь от нас, в центре города, возле армянского кладбища, там, где пожарная часть сектора Чендру находится, вели раскопки по просьбе немецкой стороны, там в годы войны было немецкое кладбище. Ну, тоже, они тоже ищут своих погибших, родственников, и наши поисковики им помогли совершенно, так сказать, бескорыстно провести этот поиск. И оказалось, под этим немецким кладбищем было захоронение 62 наших советских воинов, которые погибли именно вот с 1 по 16 июля 1941 года. Это последние защитники города Кишинева, да? И вот подняли немцев, передали останки им, подняли наших, торжественно перезахоронили на мемориале. Я понимаю, что в истории было много разного, но спустя 75 лет уже после этой страшной трагедии, этой войны, я считаю, что вот это правильный, это цивилизованный подход. Можно было бы это все выкинуть, можно было бы это все закопать, да? Ну и, как говорится, черт с ними, да? Нет. Есть чувство совести, есть чувство уважения, вот, к останкам, к мобильным. Вот мы затронули такую очень сложную философскую тему, но она, она говорит, вот мне говорит это о культуре нашего народа, о том, что вот если политики не лезли бы вот в эти вопросы, да, не переименовывали День Победы, не боролись бы с советскими памятниками, танками. Ну, помните, вот эта знаменитая история Шалару, там, другие из его партии несколько раз уродовали этот памятник. В Коголе? Ну, несколько, да. Нет, нет, под Левушенами, потом есть еще несколько. То они раскрашивали цвета его румынского флага, то просто еще что-то делали. И зачем? Что это говорит? Это говорит о культуре этих людей, это говорит, ну, это реальность, это правда. А глупые доводы, мол, ствол этого танка смотрит в сторону Румынии на запад. А куда он должен был смотреть? Когда наступали именно в ту сторону, когда освобождали эту землю от фашистских оккупантов. Действительно, это памятники тем людям, которые освободили нас от фашизма. А когда пытаются это переписать, это неправильно. И с тем же Днем Победы, но вы меня извините, это целенаправленно идет подмена понятий в голове молодого поколения, мол, не День Победы, а День Европы, мол, мы тут объединяемся и так далее. Да никто не имеет ничего против объединения. Но в нашей стране, а мы были частью Советского Союза, День Победы всегда отмечался с 9 мая 1945 года. Потому что подписанный пакт о капитуляции нацистской Германии вступил в силу в час ночи по московскому времени и в 22 часа с чем-то по центральноевропейскому времени. Да, действительно, для европейцев, для Германии, для французов, для англичан это 8 мая, но для нас, для всех, кто жил и по сегодняшний день живет по этому времени, это 9 мая. А из этого делают политическую проблему. Тем более, вот этот День Европы, они сами не могут определиться по большому счету, потому что есть одна дата совершенно официальная у них 5 мая, да, одна европейская структура действует центральная, 5 мая, а вторая это отмечает 9 мая. И сами же европейцы говорили, ну, ребят, мы как-то не влазим в ваши там идеологические разборки, вы хоть 10 мая отмечаете, нам все равно. То есть им-то по большому счету все равно, это наши тут вот на месте пытаются бороться со своим историческим прошлым. Да, мы были в Советском Союзе, да, у нас была советская власть, да, это наше прошлое. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Мне, например, нравится. Я, крестьянский сын, получил два высших образования, я стал доктором наук, я сделал карьеру. Когда бы я мог это сделать при другом строе? А если бы здесь победили вот те оккупанты и фашисты, возможно, мы и папа с мамой, и я бы не появился, потому что папы с мамой не было. Поэтому, когда говорят, что вот мы проиграли эту войну, не лучше ли было, чтобы мы ее проиграли, мы сегодня жили в Европе, пили там баварское пиво, закусывали сосисками и так далее. Я всегда отвечаю, да прекратите говорить глупости, вас бы просто не было. И вы бы ничего не пили, ничем бы не закусывали. Вас бы просто не было, потому что в планы нацистов не входило размножение недочеловеков. Ну, давайте говорить так, как оно есть. Существует план ОСТ, который был четко и ясно предназначен. 50 миллионов славян уничтожить, 15 миллионов оставить, переселить 10 миллионов немецких колонистов до Урала. Но это реальность, это в течение 10 лет после их блицкрика, который они планировали в сентябре-октябре 41-го года закончить. Ну, вот это правда. Ну, сегодня в наших учебниках истории вы об этом не найдете ни слова. Точно так же, как и о героизме советских людей. Точно так же не найдете вы там ни одного слова. Ну, мы же о памяти сегодня говорим. О том, что среди нас, уроженцев Республики Молдова, ну, тогда Молдавская Советская Социалистическая Республика, 19 героев Советского Союза. А, возможно, мы сегодня имеем шанс в год 75-летия освобождения Молдовы от фашизма доказать, что их уже 20. Вот мы уточняем некоторые нюансы. Вот, ну, группа историков, членов Национального Координационного Комитета, вот, есть такие моменты. Четыре полных кавалера Ордена Славы, да, 250 тысяч из 391 тысячи воевавших молдаван, уроженцев Молдовы были награждены орденами и медалями. Кстати, каждый второй, когда по Советскому Союзу в целом, каждый пятый, плохо или хорошо воевали молдаване в Великую Отечественную войну? Каждый второй награжденный или каждый пятый? Хорошо. И за кого они, и за какую власть воевали? Есть кем гордиться. Есть кем и чем гордиться. А вот это как раз, вот, вы, вы же этого и начали наш разговор, пытаются как-то переписать, пытаются как-то снести вот то, что нам дорого и понятно, да? Ну, Борис, вы к нам в студию пришли вот с книжками. Я хотел сказать, что вот вы уже затронули часть своей, ну, сегодняшней, так сказать, общественной жизни. Вы член Национального Координационного Совета Победы, вы член Исполкома Союза Офицеров, входите в Гражданское Общество Препрезиденте, Совет Гражданского Общества Препрезиденте Республики Молдова, ну, и автор целого ряда книг. И вот я знаю, что мои коллеги вот сегодня присутствовали на презентации новой вашей работы, которая называется к тому же «Правда». Да, название, конечно, как мне сказал один, ну, из историков, скажем так, другого направления, да? Не государственника, вот, скажем так, он, румын, шипунтум. Вот, он мне говорит, а что такое претенциозное название «Правда о Великой Отечественной войне?» Потому что это правда. Потому что это правда. Потому что надо говорить, что последние 10-20 лет пытаются целенаправленно искоренить эту правду, чтобы молодое поколение ее не знало. Я же вам говорю, в учебниках молдавских, к истории, ни в 9-м, ни в 12-м классе, где изучается этот период, вы не прочитаете, сколько молдаван героев Советского Союза, сколько и где воевало. Что почти 400 тысяч воевало в Красной Армии, а 28 тысяч было силой призвано в румынскую армию. И то 14 тысяч из них перешло сразу же при первой возможности в Красную Армию, и их не репрессировали, ничего, их отпустили домой, потом они их призвали, они воевали в Красной Армии, многие вернулись с наградами, с орденами и так далее. 14 тысяч осталось без арабцев у румынской армии, так по ним вопрос решался на уровне Сталина. Они все написали рапорты своему командованию румынскому, просим перевести, мы молдаване, вот к своим туда. Армата Роши, Сталин сказал, ну подождите, сейчас уже румыны в 45-м, наши союзники, нам в этой армии свои люди тоже нужны. Люди там воевали против нацизма, вернулись назад. Ну вот та история, которая есть. Об этом надо честно и правдиво говорить. Они выдумывают какие-то сказки, что одно второе, но одно правильное, а второе неправильное. И то, и то было. Но надо смотреть на цифры. 28 тысяч и 400 тысяч. И 650 тысяч погибших в годы Великой Отечественной войны наших соотечественников. Из 2 миллионов 700 тысяч населения. Но это та реальность, правда. А боевые потери всего 84 тысячи из этих 650. А спрашивается остальные 570 тысяч, кто? А это те, кто были целенаправленно уничтожены оккупантами. Расстреляны, замучены, уничтожены. Из них 300 тысяч евреев, 50 тысяч цыган, которых целенаправленно уничтожали. И румыны, и немцы. Я имею ввиду оккупационные власти. Но об этом надо правду говорить. А не скрывать там и стесняться чего-то, типа, вот, ну, давайте об этом не будем говорить. А о чем будем говорить? Это наша история. На карте Кишинева существует, слава богу, памятники, вот, отчасти посвященные, конечно, этим трагическим страницам. У нас есть памятники там, где была гетта. Там, где была гетта, где были массовые расстрелы, захоронения. И это здорово, что сохраняем эту память, потому что это дает возможность, ну, не забыться в каком-то угаре политических инноваций и увлечься псевдо-культурными, псевдо-историческими теориями. И вдруг, там, возомнить себя, знаете, таким человеком, оторвавшимся от своих корней. И, в общем-то, в данном случае, поставить крест на своем будущем. Вы знаете, Станислав, вот вы сейчас говорили, а я вспомнил, ведь, по этому году, ведь, день Холокоста, вот, тут вот, в январе был недавно. Значит, ну, президент наш отреагировал, возложил цветы, там было какое-то мероприятие, вот, там, где памятник погибшим в Кишиневском гетто. А наше правительство и парламент вспомнили через два-три дня, когда в новостях увидели, что президент, оказывается, помнит об этой дате и с уважением относится к части своих соплеменников. И вот они там что-то тоже организовали. Ну, смешно, да? Но и стыдно. И стыдно. И стыдно. Почему? Потому что это наша история и такие вещи, мы многонациональный народ, Республика Молдова, мы всегда были на перекрестке. Были периоды, когда коренного населения здесь было гораздо меньше, чем других приезжих и пришлых. Да, сегодня Молдаване составляют, ну, скажем так, где-то 70% большинство. Ну, были разные периоды истории. И здесь веками жили и русские, и украинцы, и болгары, и гагаузы, и армяне, и поляки, и немцы. И представители разных народов. Поэтому мы щепетильно должны относиться к этим вопросам и помнить им. Если вернуться ненадолго снова к вашей книге, вот каким страницам истории она больше посвящена? Как построена? Чем она может сразу увлечь читателя, чтобы, в общем-то, привлечь внимание к тому, что изложена на странице? Я понял, Станислав. Ну, вы знаете, ну, во-первых, сегодня все в один голос, конечно, отмечали, что само название «Правда Великой Отечественной войны», ну, оно действительно, вот, ну, вот оно сразу говорит, о чем эта книга. Потому что есть ложь, есть фальсификация, есть различные мифы. Ну, что такое миф? Миф – это сказка, это выдумка, это какая-то недостоверная история. Вот, и вот, скажем так, существует много вот таких вот фальсификаций различных периодов. Ну, в первую очередь, начало Великой Отечественной войны, ну, по большому счету, даже начало Второй мировой войны. Вот, конечный этап этой Великой Отечественной войны для нас, для нашего народа, он, несколько говоря, тоже неправильно интерпретируется. Прежде всего, интерпретируется, потому что, вот, нам пытаются навязать этот день Европы, да, вот, но ведь, а с чего началась Вторая мировая война, а потом Великая Отечественная война? Почему принимались те или иные решения? Вот у нас сегодня, вот, все эти фальсификаторы, они, кроме Пакта Молотова-Риббентропа, как они называют советско- или германо-советский, без разницы, как мы назовем, договор о ненападении, да, 23 августа 1939 года заключенный, но они все, как бы, воды в рот набирают, а что было до этого? А до этого было 13 точно таких же договоров, которые нацистская Германия заключила с другими странами. Первый с Польши в 1934 году. Блокоположный нарушав население. Ну, в 1939 году и в 1938 году и с Англией, и с Францией был такой договор, и с Прибалтийскими республиками, и со многими другими, то есть еще 13 до этого было, но про те ведь неудобно вспоминать, неудобно вспоминать, вот, была юбилейная дата 29-30 сентября, ну, вот, 2018 года, помните, у нас передача была с московским историком Шубиным, у вас, Мюнхенский сговор, вот, 70, сколько там, в 39-м, ну, да, 75, по-моему, да, вот, в 38-м. И получается, что они забыли о том, что они сами расчленили центральноевропейскую страну, Чехословакию, да, и это были Германия, Венгрия и Польша, вот здесь почему-то они об этом забывают, а вот, когда Советский Союз себя защищал, пытался отдалить эту войну от своих границ, вот это было почему-то плохо. Или вот, допустим, ну, в этой книге много, и, во-первых, фотоподборку мы подобрали очень интересную, да, вот, или знаменитая фотография 22 сентября 1939 года, где немцы в Бресте, якобы это был совместный парад германских и советских войск, ну, то есть Красной Армии в связи с победой над поверженной Польшей. Ну, это чистейшая фальсификация, вот эта фотография, у нас есть еще десятка-два подобных фотографий по городам не только Бреск, но и Пинск, Гродно и некоторые другие, и это был не парад, это была церемония выхода немецких войск из захваченных польских городов тогда. Но эти города до, скажем так, до 1921 года входили в состав Российской империи, в состав Советской России и были потом захвачены Польшей. То есть это западные области Белоруссии и Украины, которые отошли к Советскому Союзу. Просто немцы, захватив их, освобождали, потому что пришли реальные настоящие хозяева этой земли. Вот это правда, но не так, как ее преподносят о каком-то параде и так далее, все подобное. Сегодня люди изумились, почему? Потому что для многих, даже для людей, которые вроде бы как бы знают историю, вот допустим здесь есть фотография, вот Сталин 1939-1942 год, человек года, повесили журнал «Отайм». Он не был тогда преступником, он не был тогда тираном. Это правда, вот на человек года, это всемирно признано и так далее. Об этом сегодня не говорят. То есть после Великой Отечественной войны выдумывали очень много разной ерунды. И на сегодняшний момент пытаются... История относительно преступности Сталина, она относится больше к либералам. Да, да, да. И на сегодняшний момент пытаются на этом строить какую-то политику. Книга, ну написана мной в соавторстве с очень уважаемым человеком, Виктором Гайчуком. Ну все Виктора Владимировича знают как бывшего министра обороны, генерала, боевого человека. Сегодня председатель совета. Да, председатель союза офицеров Республики Молдова, член Национального коррекционного комитета, победа председателя одной из комиссий при Совете гражданского общества при президенте. Ну Виктор Владимирович доктор исторических наук. И вот эта наша работа с ним вторая совместная. В прошлом году у нас вышла совместно с ними, с двумя ветеранами, книга посвященная Сталинградской, Курской битве и Яско-Кищеневской операции. А вот в этом году мы с ним замоткнулись на вот эту книгу, в которой собрано 50 так называемых мифов о Великой Отечественной войне. Четыре из них касаются Молдовы, событий на территории Молдовы, то есть вот того периода времени, что сегодня, и как они фальсифицируются. Ну я вот допустим эти четыре могу просто назвать. Да, вот сегодня румынские историки и некоторые наши говорят, что победу Красной Армии в Яско-Кищеневской операции обеспечила не искусство советских полководцев и героизм воинов, а арест Антонеску в результате дворцового перевода в Бухаресте 23 августа. Дорогие фальсификаторы, я вам могу сказать, что переворота не было бы 23 августа, если бы 20 августа не началась Яско-Кищеневская операция. И к 23 августа 3-4 румынской армии были полностью разгромлены и разбежались. А 6-я немецкая армия была вот в Кищеневском котле здесь заблокирована. Или что, вот допустим такой миф, что советские оккупанты силой мобилизовали Молдавам в Красную Армию в 44-м году и гнали их необученными на немецкие пулеметы. Я просто это цитирую, как оно у этих историков там вот идет и написано. Да это бред чистой воды. Потому что из 391 тысячи граждан Молдовы 80 тысяч добровольцев. И опять-таки больше, чем в среднем по Советскому Союзу. 80 тысяч на 391 тысячу. Ну считайте, это каждый четвертый получает практически. Это человек, который пошел добровольно. А во-вторых, есть статистика цифры, сколько бежало и уклонялось от призывов в румынскую армию, и сколько в советскую. В советскую армию таких, по-моему, эпизодов было 200 или 300. Всего. За 44-й, за 45-й год. Ну есть судебные решения и так далее. А там десятки тысяч. Когда есть документы, вот они опубликованы, да. Когда вот полк румынский из Унген едет в Одессу. И доезжая до Террасполя, из этого полка, из 180 бессарабцев и молдаван, которых только призвали, до Террасполя. От Изунген до Террасполя доезжает всего 80 человек, а 100 бежит по дороге и разбегается по домам. Масса документов. Вот это реальные факты. Да, Борис, вот такое... То есть, я хочу сказать, что вот это наш первый проект в этом году, который посвящен 75-летию освобождения Республики Волдова от фашистской оккупации. Ну, это юбилейная дата, она не будет отмечаться в августе месяце. Ну, вот первая книга вышла, еще должно выйти две книги. Одна из них по освобождению Кишинева. И вторую мы обговорили. Вот проект, он будет посвящен героям Советского Союза, кавалерам Ордена Славы, ну и другим нашим очень известным героям, воинам в годы Великой Отечественной войны. Вот первая серия, она вышла. И мы... Я хотел бы здесь поблагодарить за помощь и поддержку этого проекта в целом и в издании этой книги, лично президента Игоря Николаевича Дадона. Он очень трепетно относится к теме Великой Отечественной войны. Вот, участвует во всех наших мероприятиях, поддерживает нас. И я, конечно же, выражаю благодарность Российскому Центру науки и культуры, которые с научной точки зрения оказывают нам большую помощь, представительство Россотрудничества во всех наших проектах. Все, что связано с поисковой работой, все, что связано с сохранением памятников и памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны, о наших воинов, они тоже очень трепетно к этому относятся. И никогда мы не встречали отказа с их стороны. Дай Бог, чтобы это так. Вот и другие точно так же реагировали на эти моменты. Борис, спасибо за этот разговор. Я думаю, что не лишним было бы, наверное, рассказать, что все, о чем мы сегодня говорили, о культуре, о истории, о городской среде, мне кажется, все это очень легко можно прочувствовать, особенно важность истории. Например, побывав 9 мая на мемориале «Вечность», на мемориале «Слава», когда мы видим, какое огромное количество людей... До сотни тысяч в течение дня. Искренне благодарных нашим предкам, павшим в этой войне, принося свою искреннюю благодарность в цветах, в памяти, в добрых словах, именно к этому памятнику. То есть, таким образом, мы как бы замыкаем все, что мы сегодня с вами поговорили, вот этой памятью об этом дне. И это очень важно сохранить 9 мая, как День Победы в Великой Отечественной, как День Победы во втором революте. День Победы, да, конечно, он имеет двойной смысл для нас. Спасибо вам за этот разговор. Будем неоднократно вас приглашать для беседы на исторические, не только темы, потому что ваша точка зрения, как мне кажется, очень резонирует с точки зрения наших... Большинства наших телезрителей. Спасибо вам. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был историк и политолог Борис Шаповалов. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. У нас в гостях был историк и политолог Борис Шаповалов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова